С рынка долевого строительства рискует уйти ряд небольших строительных компаний. С 1 января следующего года вступят в силу нововведения в закон о долевом строительстве. Соответствующий документ приняли на рассмотрение в Госдуму России. Согласно ему, правила участия ужесточили. В том числе и требования к уставному капиталу компании. С чем связаны поправки в закон и как они отразятся на рынке недвижимости, в материале Саргаланы Захаровой. С 1 января следующего года, согласно новым требованиям, компании с проблемными объектами не смогут больше заниматься долевым строительством. Также одно из обязательных условий – отсутствие долгов по налогам. Под пристальным вниманием окажутся директора и бухгалтеры компаний. Они, в свою очередь, не должны иметь судимости по экономическим преступлениям. Все эти требования устанавливаются с 1 января 2017 года и будут распространяться только на те правоотношения, которые возникают после 1 января 2017 года. То есть этот первый договор долевого участия есть и заключается. После 2017 года, соответственно, на него будут распространяться эти требования. Эти меры, как считают в одной из крупных строительных компаний Республики, помогут очистить бизнес от недобросовестных застройщиков. Также требования раскрытия на сайтах компаний полной информации о ходе строительства и всех затратах повысит доверие граждан к долевому строительству. Более тщательным проверкам будут подвергаться также и проектные декларации. Раньше проектные декларации были требования, но Управление государственного строительного жилищного взора теперь же эту проектную декларацию будет необходимо им предоставлять для утверждения. Только после этого застройщики имеют право реализовать данные квартиры и привлекать денежные средства от дольщиков. Одно из основных изменений коснется финансовой устойчивости компаний. Их уставной капитал должен составлять как минимум 2,5 миллиона рублей. Есть мнение, что именно из-за этого пункта небольшие компании просто уйдут с рынка, так как не все соответствуют даже минимальным запросам. А из-за счетов эскроу, на которых до ввода объектов в эксплуатацию будут замораживаться средства дольщиков, повысятся цены за квадратный метр, так как застройщикам придется привлекать дополнительные кредитные средства, а значит и покрывать расходы за проценты. Банк, будучи гарантом застройщика, был точно уверен, что данные денежные средства не пойдут по каким-то иным целям, кроме как строительства объекта и содержания услуг застройщика. Я думаю, что это нововведение в принципе положительное, но пока практики этого никакой нету в стране. Тяжело судить, как это будет, но я думаю, что в большей степени застройщики к этому прибегать не будут. Хотя возможно, что и покажет практика это. Еще одним механизмом, защищающим интересы дольщиков, должен стать компенсационный фонд. Его сформируют из отчислений самих застройщиков. Как сообщил министр строительства России Михаил Мень, если с каждого договора долевого строительства компании будут переводить фонд порядка 1%, то его годовой объем может составить 30-35 миллиардов рублей. В то же время он не будет альтернативой уже существующему страховому фонду. Страховой фонд просто уйдет на задний план с 1 января 2017 года. Стоит отметить, компенсационный фонд, как подчеркнул замминистра строительства и ЖКХ России Олег Бетин, не будет заниматься санацией плохих компаний. Его главной задачей станет обеспечение финансирования достройки жилья и контроль за передачей квартир дольщикам. Таким образом, фонд может стать гарантией сохранности денежных вложений населения. Серглана Захарова, Андрей Секритов, Юрий Филиппов, НВК «Саха», Якутск.